Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Первое видео, подтверждающее, что съемки сериала с Чарли Коксом официально начались. Вместе с этим официально подтвердилось и возвращение Джона Бернтала к роли Карателя. Marvel пока комментариев не давала, но сам актер в Инстаграме уже не скрывает радости. А фанатское сообщество в то же время насторожено. В свое время Бернтал открыто заявлял, что не будет возвращаться, если Карателя сделают типичным диснеевским мультиком детского возрастного рейтинга. Джон логично напомнил, что Каратель работает только в жестоком рейтинге R. Только вот для сериала о «Сорви голове» он до сих пор не подтвержден. А сам Чарли Кокс уже намекал, что проект покажет более легкую и ненавязчивую версию персонажа. Все меньше и меньше времени остается до глобального кроссовера под названием «Секретные войны». Нас ожидает целый хит-парад из новых и знакомых героев, поэтому выбрать любимчика нужно уже сегодня. Номад или паук Гарфилда? А впрочем, не важно, будь у вас под рукой бесконечный фотоконструктор Мозабрик. Маленькие детальки конструктора позволяют из любой фотографии создать уникальный пиксель-арт в реальной жизни, который можно легко разобрать и собрать заново в любом другом варианте. В черно-белом есть 5 цветов кубиков, а в цветном Мозабрик Color 6, за счет чего картины получаются детализирования. Набор универсален и готов к сборке любого изображения, а количество кубиков любого набора превышает необходимое для любой фотографии. Мозабрик – отличный подарок к любому поводу. Счастливый получатель подарка сам выберет, что хочет изобразить из конструктора. Мозабрик доступен в нескольких размерах. Чем больше набор, тем лучше детализация, а возможность объединить до 4 наборов в одну большую картину позволяет создавать еще более впечатляющие произведения искусства. Вы также можете докупить стильную рамку, которая дополнит картину, если выбрали черно-белый набор. А если выбрали цветной, рамка уже в комплекте. Хотите подарить такой себе или своим близким? Тогда переходите по ссылке в описании и заказывайте бесконечный фотоконструктор. А когда будете оформлять заказ, вводите в корзине промокод GEEKM, с которым покупка обойдется на 20% дешевле. Вариантов развития ситуации с карателем два. Первый и маловероятный – исполнение слуха от ноября 2022 года, где говорилось, что Кевин Файги все же даст сорвиголове рейтинг R. В этом случае все понятно. Джону Бернталу сказали, что он сможет расстреливать в сериале людей, на что актер с радостью согласился. В пользу этого варианта говорят и обещания старого нового главы Дисней, Боба Айгера, который вернулся на должность, обалдел с того, что Файги вывалил в четвертой фазе и отложил Эхо, Железное сердце и другие проекты, пообещав их доработать. Так и хочется сказать, что все налаживается, Марвел одумалась, и сериал о сорвиголове будет крутым. Только вот если вчитаться в слова Боба Айгера о той самой перезагрузке Марвел, все не так радужно. В последнем интервью босс Дисней обсудил провалы Тора 4 и Человека-муравья 3. Фильм с дебютом Канга-Завоевателя рискуется брать меньше, чем первая часть с пересказами Луиса. И гнев Айгера по этому поводу понятен. Только вот радоваться рано. В интервью Айгер обвинил в провалах политику сиквелов и намекнул, что вместо третьих-четвертых фильмов о старых персонажах, Марвел теперь будет снимать проекты о новых. Глава Дисней также пообещал абсолютно новую команду Мстителей в династии Канга и перезагрузку вселенной в ближайшие пять лет. Чувствуете, чем пахнет? Это, друзья, похоже на необучаемость. Проблема Тора 4 не в том, что это сиквел, а в том, что это мемный проект всех друзей и родственников Тайки Вайтити с очень слабым сюжетом, слитым злодеем и головы темнокожего подростка в графике из 80-х годов. Фильм был самым ожидаемым проектом 22-го года, и таким заявлением глава Дисней как бы перекладывает вину с создателей на зрителей. Это зрители якобы зажрались и устали от знакомых героев, а не Марвел вываливает откровенные проходники, что мы наглядно доказывали в прошлом видео. Ну а в качестве решения провала четвертой фазы с пресными персонажами Айгер предлагает делать еще больше проектов о пресных персонажах. В общем, остается только надеяться, что все это дипломатия, и такими заявлениями босс Дисней просто отнекивается от прессы. Возвращаясь к сорвиголове, слова Айгера, как видите, особо о возвращении карателя ничего не говорят. Боб не обещал вернуть в Марвел хардкор хоть сколько-то серьезные сюжеты и верность комиксам. Скорее наоборот, он сказал, что фанаты зажрались, и Дисней виднее, что они хотят видеть. Так что более вероятен вариант, в котором сериал о сорвиголове, будет, как Чарли Кокс и обещал, более легким и шутливым в сравнении с версией Netflix. Ну а проблемы Джона Бернтала с рейтингом R решила упругая пачка купюр с американскими президентами. Как это всегда и бывает. Еще грустнее то, что, судя по всему, ни Фоги Нельсона, ни Карен Пейдж в сериале не будет. К моменту начала съемок всех основных актеров обычно анонсируют, что и случилось с Карателем. Но ни Карен, ни Фоги в списке до сих пор нет. И не сказать, что это настолько вау-персонажи, чтобы Марвел их зачем-то скрывала. Больше похоже на то, что слухи не врут, и друзей Мэтта Мердока из сериалов Netflix в мягкой перезагрузке от Марвел не будет. Решение тяжелое, но в целом понятное. За три сезона истории о троице рассказали достаточно. В четвертом либо придется повторяться, либо, что еще хуже, заставлять зрителя пересматривать три прошлых, чтобы понимать, на каком моменте находятся отношения Мэтта Фоги и Карен. Учитывая, что делает Марвел мягкую перезагрузку, персонажей второго плана тоже обновят. И не сказать, чтобы с точки зрения канона это было проблемой. Шуры Муры у Сорвиголовы были и с Черной Вдовой, и с Эхой, и даже с Черной Кошкой. С ней даже любовный треугольник, включающий Человека-паука, был. И Мэтт Мердок в комиксах вообще считается тем еще Казановой. Фоги Нельсон хоть и является очевидным лучшим другом Мэтта, но дружил Сорвиголова в комиксах и с Блэйдом, Белым Тигром, Капитаном Америкой и еще с парой-тройкой мутантов. В общем, не сказать, что именно это решение хоронит сериал, который, к слову, согласно первым данным, во многом будет сосредоточен именно на гражданской жизни Сорвиголовы. То есть на карьере адвоката, судебных разбирательствах и защите слабых. Именно здесь и кроется то, что, скорее всего, сериал убьет. Слишком уж синопсис Марвел намекает на включение в проект «Женщины Халк», официально самого неопопулярного героя киновселенной. Впрочем, за 18 эпизодов в Сорвиголове появиться может, в принципе, кто угодно. Так что хоронить проект до выхода мы определенно не будем. Поговорим лучше о чем-нибудь хорошем, к примеру, о «Стражах Галактики 3». Фильм, который не должен провалиться ни при каких обстоятельствах, на это намекает и хронометраж, в последнее время ставший маркером готовности фильмов. Джеймс Ганн официально подтвердил, что «Третьи Стражи» будут длиться 138 минут. Это делает проект самым длинным в трилогии, и заодно намекает, что до него ножницы Кевина Файги не добрались. Сэм Рэйми в свое время тоже наснимал под три часа мультивселенной «Безумие», но в итоге треть проекта отправилась в его мусорку, и финальная версия длилась 126 минут. Раз Ганну дали больше времени, значит и резать ничего не пришлось, и ей в проекте все уверены. Уверен Файги и в своей политике бесконечного конвейера новых супергероев, которых потом некуда девать. На днях Кевин анонсировал, что в мультсериале «Что если» дебютирует абсолютно новый для Марвел персонаж Кахори. Это девушка из индейского племени ирокезов, аналога которой не было даже в комиксах. Анонсировано, что «В что если» будет серия о том, как Тессеракт упал на территорию Америки до ее колонизации. Кахори проживает в конфедерации Хадена Сауни и будет главным героем эпизода. В его разработке приняли участие специалисты по истории племени ирокезов, и обещается, что все будет обустроено максимально реалистично. Учитывая, что речь о проекте, рассказывающем об альтернативных вселенных, такое обещание само по себе звучит, как каламбур, когда в свое время сериал «Что если» анонсировали, все ждали истории о том, как Локи победил Мстителей в 2012-м, как Танос поубивал всех на Титане, и как Человек-паук из-за смерти Мэри Джейн стал жестоким убийцей. В итоге мы и во втором сезоне получим вообще толком никак не связанные с киновселенной Марвел сюжеты, да еще и с новыми персонажами, которых куда-то в будущем придется пристраивать. И Кахори присоединится к лунному рыцарю Кейт Бишоп и Арави-героев четвертой фазы, продолжение историй которых, скорее всего, никогда и не будет. Чему, собственно, мало кто огорчится. Особенно смешно то, что Файги обещал, что второй сезон «Что если» сосредоточится на альтернативных сюжетах четвертой фазы. А в анонсе Кахори снова тессеракт из саги бесконечности. Просто потому, что с тех пор толковых сюжетов так и не появилось. Над чем уже в открытую смеются даже актеры. Марк Руффало на Комик-Коне в Эмеральд-Сити выдал базу и заявил, что в Марвел должны кусать ногти и обливаться холодным потом из-за того, что отпустили Джеймса Ганна в DC. А еще высмеял Тор-4, пошутив, что ждет звонка от Криса Хемсворта, чтобы в очередной раз спасти его франшизу. По поводу своего будущего Руффало пояснил, что мы его обязательно увидим. И очень хотелось бы верить, что речь об экранизации мировой войны Халка. Сольники, которые все мы ждем слишком долго. Его выход задерживала мутная ситуация с правами на персонажа, которыми Дисней владеет лишь частично. И здесь есть небольшое обновление. Новые данные опровергли слухи о том, что срок аренды Халка и Универсал закончился. К сожалению, эта студия все еще является официальным владельцем персонажа и дистрибьютором всех его сольников. Дисней даже с Человеком-пауком из Сони все суки выжили. И очевидно, что делиться деньгами от Халка уж точно не будут. Так что пока Марвел все еще может лишь использовать Марка Руффало в качестве героя второго плана. Однако есть и хорошие новости. The Direct заявили, что оригинальное соглашение между студиями 2003 года было рассчитано ровно на 20 лет. То есть в 2024 его срок закончится, и мировую войну Халка можно будет снимать. Ситуация похожа на сорвиголову, где Марвел тоже ждала, когда у Нетфликс закончится срок аренды. И таким образом окно для выхода долгожданного сольника Марка Руффало откроется в 2025. Ну а в завершении своего интервью Руффало вновь дал всем нам надежду. По словам актера, возвращение Роберта Дауни-младшего в киновселенную больше похоже на вопрос времени. По мнению Марка, Марвел прибегнет либо к машинам времени, либо к альтернативным вселенным, чтобы не снижать значимости смерти Тони Старка в финале. Актер подчеркнул, что это его личное мнение, и никаких инсайдов от Файги у него нет. Но он верит, что в ближайшем будущем все возможно. Верим и мы, а Daily Mail под это дело провело расследование и выяснило, сколько Дауни заработал за свою карьеру в Марвел. По данным издания, это безумные 435 миллионов долларов. Львиная доля пришла от Войны бесконечности и Финала, 81 и 75 мультиков соответственно. Суммы выглядят большими, но не стоит забывать, что это лишь проценты от того, что сам Дауни принес Марвел и Дисней. Так что с точки зрения бизнеса, его камбэк имеет смысл. И будем надеяться, Боб Айгер и Кевин Файги рано или поздно придут к этой мысли. До новых встреч, друзья!